Мобильное приложение для заработка голды. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел показать вам отпадный бой на танке Т-22СР. Бой произошел на карте Перевал. Играет тут Instrument of Punishment. Ну, то есть, если переводить на русский, инструмент наказания. Примерно так, наверное. И, как вы можете видеть, игрок нигде не останавливается. Сразу идёт он смело на позицию. И замечает тут двух противников. Конечно, пробивает ИСУ-152, так как это очень опасный противник. Но при этом уязвимый. Подставляется этот вражеский АМХ-13-90. Пытается он пробить в борт. Но у этого танка борта чрезвычайно крепкий. Поэтому туда урона он не наносит. Подставляется тут очередной противник. И получается с лёгкостью пробить его в НЛД. Ну, и, конечно, позиция у игрока весьма выгодная. Но враги понемногу начинают прятаться. И особо они не выезжают. Так что приходится отсюда уезжать и ехать в атаку. Стоит тут одинокий Объект-140. И наш герой на него нападает. Начинает его разбирать. При этом подставляет он даже немного борт. Ну, потому что борта у этого танка очень крепкие и пробить туда очень сложно. Но, как вы могли видеть, Объект-140 выстрелил в борт, но не нанёс урон. Тем не менее, он критонул орудие и чиниться уже нечем, к сожалению. Стоит тут Пантера вторая. Ну, и, конечно, это противник не особо опасный игрок. Его начинает разбирать. При этом, заметьте, опять же, он танкует бортом. Он целенаправленно подставляет в борт. И тем самым враги ведутся на это, стреляют туда. И под углом, конечно, не пробивают. Далее наш Т-22СР наталкивается тут на Т-55А. Противник хоть и стреляет голду и представляет опасность, но, тем не менее, вдвоём вместе с союзником удается довольно быстро его разбирать. Но противник напоследок успел пробить. И, заметьте, он ещё раз успевает выстрелить, но не пробивает наш танк в борт. Ну, как вы поняли, крепкие борта – это фишка этого танка. Может быть, у Локума не самый крепкий, а вот в борта действительно читерный. Вдалеке светится объект 704, но не получается по нему попасть. Вражеский ПТ-САУ, конечно, чрезвычайно опасный. Все, наверняка, знают, на что способны орудия объекта 704, БЛ-10. Ну и поэтому все стараются как можно быстрее его уничтожить. Вдалеке засвечивается противник. На МХ-13-90 получается по нему попасть. Враги уже совсем близко к базе. Они продавили там вот это ущелье, можно сказать так. Ну, ледник его называют обычно. И также мост. И уже подобрались они близко к базе. Кто-то даже уже на захват встал. Игрок вытанковывает обратным ромбом. И тут объект 704. Под него подставляться нельзя было. Но, к счастью, союзник подставился. Хоть он и слился, но зато удалось объекта уничтожить быстро. И тем самым не потратили они много времени. Далее инструментов Панишмент нападает уже на Е-75. Пытается пробить противника в башню. Тот отстреливается. И наш герой понимает, что нужно спешить и уже в наглую разбирать противника. Ну, и, конечно же, он своим любимым образом натанковывает бортом. Но это не просто там фишка какая-то игрока. Это обычная грамотная игра на этом танке. Так что, если он у вас есть в ангаре, но вы уже его скоро заполучите, то играйте так же. Получается этого Е-75 отправить в ангар. И наш герой едет на сбитие захвата. Ну, а Е-50 вроде первый там приедет, так что он успеет. Ну, должен успеть. И да, сбивает он захват. Сзади засвечивается Т110Е5. Игрок решает ему кинуть, пока он едет. Стреляет по врагу, но не попадает. Перестреливаться тут с этим Е-5 крайне невыгодно. И игрок понимает, что нужно помочь Е-50, пока он не слился. Нужно как можно быстрее разобраться с этим ИС-4, пока не приехал Т110Е5. И наш герой это понимает. Нападает он на ИС-4. Противник довольно хитрый. Он добирает шотного. И тем самым, в общем-то, усложняет жизнь нашему герою. Но, тем не менее, Т-22СР забирает ИС-4. И теперь нужно как-то справляться с этим Т110Е5. Вот он, враг, выезжает. Это очень опасный противник. К тому же у него больше ХП. Наш герой его пробивает. Е-5, к счастью, стреляет всего лишь в бусы. Чиниться нечем. Но то, что Е-5 подъехал ближе, это даже хорошо. Потому что удается придеряться к его борту. И, как вы уже поняли, к борту этого танка весьма крепкий. И даже Е-5 туда не пробивает. Ну и так как у Т-22СР ДПМ довольно высокий, пока что наш герой выигрывает в этой дуэли. Один разок все-таки Е-5 успевает пробить. И получается его уничтожить. Все это, конечно, хорошо. Но нужно еще как-то расправиться с Объектом 263. И игрок спрашивает у врагов АФК ли он. Как-то ни странно, но противники отвечают, что был он АФК, но очнулся. И едет сюда. Ну, то есть они ему даже подсказывают, может быть, какая-то солидарность. Типа игрок тащит и хотят ему помочь, хоть он из вражеской команды. И вот он, Объект 263. Засвечивается он не АФК. И самое печальное, что он фуловый. И это, конечно, печально. Игрок старается вытанковать тут обратным ромбом. Голды нету. Пробить, конечно, можно. Объекта 263 в НЛД тем не менее сложнее все-таки. И вот противник выезжает, стреляет. Попадает всего лишь в гуслю, сбивает ее. Игрок сбивает гуслю Объекту 263, сразу же разворачивается, уходит с поля зрения противника, снова сбивает ему гуслю, заходит ему в корму. И тут уже дело опыта, как говорится. Объект 263 не может довернуть, хоть он и быстрый, но наш герой его разбирает спокойно. Шикарный ход. И, казалось бы, такой безвыходный момент. Целая фуловая потасауна. Наш герой издрейфил и сбил противника в гуслю, закрутил его и победил в этом бою. Медаль Редд Волтерс, остальная стена, основный калибр, воин. 10711 урона он нанес. И 2407 опыта получил. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, если бой вам понравился. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.